Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. 90 миллионов на доступную среду в Краснодарском крае увеличено финансирование федеральной программы. Домик на два с половиной месяца получили сочинские растения. На курорте завершились работы по укрытию теплолюбивых агав и пальм. В центральном районе Сочи задержан пассажир с наркотиками. Он пытался спрятать дурман в машине. Национальная женская сборная по тяжелой атлетике готовится в Сочи к Кубку России. Он состоится в нашем городе уже в марте. В нынешнем году Кубань рассчитывает заработать в казну почти 219 миллиардов рублей. О бюджетной политике региона министру финансов России Антону Силуанову рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. Во время рабочей встречи в Москве он также добавил, что основные расходы направят на социальную сферу. По итогам прошлого года экономика Краснодарского края показала положительную динамику практически по всем отраслям. Объем валового регионального продукта превысил 2 триллиона рублей. Это пятый результат в стране. Сегодня в Москве Вениамин Кондратьев встретился и с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым. Говорили о государственной поддержке предприятий Краснодарского края. В этом году на Кубани начнет работать региональный фонд развития промышленности. Предприниматели смогут получать субсидии под 5% годовых. В крае намерены увеличить объемы производства в металлургии и машиностроительной отрасли, а также возродить легкую промышленность. Губернатор Вениамин Кондратьев назвал эти отрасли новыми точками роста экономики Кубани. Активиста «Трезвой России» Яна Иванова пригласили на кубанские винзаводы. Такое предложение общественнику поступило от главы региона Вениамина Кондратьева. Об этом губернатор написал в своем микроблоге после выхода в эфир ток-шоу на Первом канале, в котором Ян Иванов высказал мнение, будто руками виноделов спаивают российский народ. Увидел в телеэфире «Время покажет», что активист Ян Иванов заявляет, будто виноделы спаивают страну. Хочу напомнить, вино – это сельскохозяйственный продукт. Приглашаю на Кубань посмотреть наши ведущие винодельческие заводы. Также губернатор Краснодарского края напомнил, что вино – это важная отрасль сельского хозяйства, а сам напиток в умеренных дозах не доставляет вреда. Кроме того, с каждым годом качество винодельческой продукции Кубани постоянно растет. Доказательством этого стало признание нашего вина на престижных конкурсах мира, где были завоеваны многочисленные медали. В его качестве могут убедиться и туристы. Сегодня активно развиваются винные туры. Уже в следующем году будет доступно около 80 таких экскурсий. 90 миллионов на доступную среду. В Краснодарском крае увеличено финансирование федеральной программы. Об этом рассказал глава региона Вениамин Кондратьев. В утвержденном списке значатся объекты социальной инфраструктуры, учреждения культуры, а также транспорт. Порядка 70% из них оснащены необходимым оборудованием, в том числе за счет средств госпрограммы. Так, в Славинске-на-Кубани для занятий спортом жителей с ограниченными возможностями адаптировали Центр спортивной подготовки, а в Лобинске – стадион «Труд». В кинозалах Крымска и Станицы Павловской установлено оборудование для показа фильмов с субтитрами. По федеральной программе 2018 год был последним, когда средства предусматривались именно на доступность объектов. В крае же деньги заложены до 2020 года. На Кубани проживает более 400 тысяч инвалидов, и наша задача – сделать их жизнь максимально комфортной. Объекты социальной инфраструктуры, транспорт, учреждения культуры сегодня максимально адаптируются для людей с ограниченными возможностями. Напомню, госпрограмма «Доступная среда» ранее была продлена указом президента России до 2025 года. Новый дом для будущих чемпионов. Малобюджетный спортивный комплекс открыли сегодня в Тимашевском районе. Теперь местные мальчишки и девчонки смогут заниматься гандболом, мини-футболом, волейболом и другими спортивными играми. Участие в церемонии открытия спорткомплекса в станице Медведовская принял глава региона Венемин Кондратьев. Губернатор отметил, что на Кубани создана мощная спортивная инфраструктура. И это не только большие арены, но и площадки во дворах и современные школьные стадионы. Спорт высших достижений начинается вот с таких спортзалов. 5,5 миллионов живет в нашем крае. Значит, все детки должны иметь возможность заниматься спортом в хороших, достойных условиях. Спорт пешей доступности – приоритет для меня был, есть и будет. Я вас всех поздравляю с открытием такого спортивного комплекса и возможностью заниматься спортом недалеко от своего дома. С праздником, друзья! Совсем скоро такие же спортивные центры появятся в Армавире, Крымском и Кавказском районах. В крае малобюджетных комплексов планируют построить 18. А всего же за минувшие годы в городах и районах края возведено свыше 500 универсальных спортивно-игровых площадок. Кроме многофункциональной игровой зоны, там расположены гимнастические и тренажерные комплексы. В ближайшие сутки в Сочи ожидается усиление ветра, местами порывы до 15 метров в секунду. В случае происшествия спасатели просят звонить с мобильных телефонов по номеру 112. К другим новостям. Домик на 2,5 месяца получили сочинские растения. Сегодня в центральном районе Сочи завершились работы по укрытию теплолюбивой агавы. Вообще в зимний период икрывают пальмы, леандры и другие тропические растения. Только в центральном районе укрыты 230 пальм, 20 агав, 1500 субтропических кустарников. Работы проводились не в авральном режиме, потому что на побережье было достаточно тепло, но с похолоданием пришлось ускориться. И сегодня кустам агавы, которые растут напротив морского порта, ночные температуры не страшны. Они всегда растут только на солнечных участках и считаются теплолюбивыми. Мастера соорудили сегодня для растений укрытие, в котором агавы пробудут до марта. Ну, во-первых, пленка, а потом мы их обшиваем материей специальной. И там тепло, и собирается теплый воздух, и она укрыта. Мы укрывали агавы по улице Горького, по улице Новогинской, на Главпочтанте. В прошлом году заморозки начались раньше. Уже к 20 декабря все растения были укрыты. Нынешняя зима дала возможность пальмам и агавам подольше понежиться на солнце. Укрывать растения в теплую погоду, отмечают мастера, вредно. Внутри кокона может скапливаться конденсат, и кустарник может заболеть. Излишняя нервозность привела к задержанию. В Центральном районе Сочи у пассажира автомобиля «Лада» обнаружили наркотики. В Центральном районе Сочи за нарушение правил дорожного движения сотрудниками дорожно-патрульной службы был остановлен автомобиль «Лада». Пока его водитель предъявлял документы полицейским, пассажир в салоне начал нервничать и испуганно что-то пытался спрятать. Тогда было принято решение о проведении осмотра транспортного средства, в ходе которого под задним сидением и был обнаружен пакетик с порошком белого цвета. Согласно проведенной экспертизе, в пакетике находилось наркотическое вещество – амфетамин, массой более полутора граммов. 31-летний житель Ставропольского края признался, что это его собственность. Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В настоящее время известно, что он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имел богатое криминальное прошлое. В настоящее время мужчина взят под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. И к другим новостям. Литераторы из 42 стран примут участие в Евразийском литературном фестивале «Лифт». Он пройдет в Сочи в мае. Об этом сегодня рассказали на заседании 1-го оргкомитета предстоящего литературного форума. Город примет 3-й Евразийский литературный фестиваль. Фестиваль предыдущие два прошли в Крыму и Москве. Тогда участниками стали 3 и 15 стран соответственно. А в Сочи заявки подали уже более 40. Кстати, в Сочи фестиваль «Лифт» приехал не случайно. По правилам этого масштабного просветительского проекта он проводится там, где живет победитель фестиваля. В 2017 году им стал сочинский поэт Александр Випрёв. Организаторы литературного форума говорят, что Сочи – это прекрасная площадка для фестиваля писателей и поэтов. Начиная с погоды, с климата, инфраструктуры, гостеприимства людей. Поэтому, конечно, мы рассматриваем город Сочи как самую престижную сегодня мировую площадку. Кстати, участниками фестиваля станут не только писатели и поэты, но и читатели. Для всех участников пройдут мастер-классы, круглые столы, встречи с авторами книг. А еще конкурсы, презентация детского фестиваля «Лифтенок», выставки и даже спортивные состязания. Активное участие в программе форума примут и сочинцы. Насколько это возможно, чтобы и наши сочинцы, наши учителя, наши представители культуры обязательно поучаствовали в образовательном программе этого фестиваля, потому что уникальные спикеры, замечательная программа. Откроется литературный фестиваль, цель которого – объединение писателей и читателей стран Евразии 24 мая в Зимнем театре. Писатели пройдут по красной дорожке, что еще раз подчеркнет престиж этой важной профессии, говорят организаторы. Кстати, один из дней фестиваля «Лифт» совпадет с ежегодным карнавалом в честь открытия курортного сезона. Поэтому в колоннах, возможно, будет много писателей и поэтов. А еще в планах организаторов «Лифта» провести в Сочи световое шоу. Галина Моисеева, Ольга Десятова и Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Сочинцы и гости курорта смогут окунуться в волшебный мир балета. С 20 января в доме музея Сергея Худюкова откроется выставка живописи, посвященная 200-летию со дня рождения хореографа Мариуса Петипа. Посетители увидят картины художественной династии Скориковых. Елизаветы Скориковой, Сергея Константина Морозовых, Марии Молодых, Александра Левченкова и Евгений Резник. В экспозицию также вошли портреты современных артистов театра, выступающих в балетах, поставленных Петипа. Это портреты таких артистов, как Дмитрий Горлов, Владимир Морозов, Алексей Шлыков, Александр Питовский, Константин Маринич, Елена Шлыкова, Надежда Цветкова, Мария Томилова. Помимо картин на выставке можно увидеть костюмы из спектаклей театра балета Григоровича, сообщает пресс-служба Краевого министерства культуры. Стала известна подробная программа 11-го зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета. Он состоится в Сочи с 16 по 25 февраля. Этот ежегодный фестиваль уже давно стал визитной карточкой зимнего Сочи. В этом году запланирована масштабная программа мероприятий с участием ведущих российских и зарубежных артистов и коллективов. Сам Юрий Башмет примет участие в концертах фестиваля в качестве солиста и дирижера своих коллективов, камерного ансамбля солисты Москвы и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». Особое внимание в программе форума традиционно уделено музыкально-литературным постановкам, созданным специально для фестиваля в Сочи. Так, 23 февраля пройдет мировая премьера спектакля «Пиковая дама» в авторской версии Юрия Башмета. На джазовом концерте, который пройдет 18 февраля, выступит Джейн Монхейм. Впервые форум посетит уникальный пекинский театр, который представит древнюю китайскую оперу. Специальным гостем фестиваля станет Дебилисский театр марионеток Ризо Габриадзе. Он покажет спектакли в зале «Чайка» на морском вокзале. Откроется фестиваль 16 февраля спектаклем «Не покидай свою планету» с участием Юрия Башмета и Константина Хабенского. Традиционный балетный вечер ознаменуется постановкой Мауру Бегацетти «Средиземноморье». Театральный вечер 19 февраля будет представлен спектаклем Юрия Бутусова «Город женитьба Гоголь» Академического театра имени Ленсовета. Каждый год на зимний форум в Сочи приезжают представители этнического направления. В этот раз российская публика познакомится с одной из ярчайших представителей жанра португальской музыки фаду Терезой Салгуэйра. Также впервые в рамках фестиваля пройдет гала-концерт исполнителей на академических и народных инструментах «Национальная коллекция». К слову, сочинский фестиваль включен в двадцатку лучших фестивалей мира. Национальная женская сборная по тяжелой атлетике готовится в Сочи к чемпионату мира. Но прежде спортсменки примут участие в Кубке России, который состоится в нашем городе уже в марте. На учебно-тренировочные сборы прибыл костяк сборной России. Как готовятся к предстоящим стартам сильнейшие тяжелоатлетки нашей страны узнала Инга Габешия. Диана Мстиева. В прошлом году тяжелоатлетка стала чемпионкой Европы. Как и все спортсмены, Диана стремится к олимпийской медали. Хотя изначально ей пророчили лишь звание мастера спорта. В тяжелую атлетику девушка пришла поздно, в 18 лет. Но поднятие штанги стало делом всей ее жизни. Высокие результаты еще впереди, уверена спортсменка. Сейчас ее главная задача – покорить пьедестал чемпионата мира, который пройдет в Душанбе, столице Таджикистана. И учебно-тренировочные сборы – это возможность войти в нужную для соревнований форму после продолжительных новогодних выходных. Скидок, так скажем, ни у кого нет. Никто не может уверенеть, сказать, вот, я чемпион Европы, мне хватит. Нет, все занимаются как новичок, так и такой именитый спортсмен. Все занимаются на равных условиях. Всем дано три часа, их надо отработать по максимуму. Любой спортсмен стремится к олимпийским играм. Любой. А пока что в этом году это чемпионат мира. Взялись за штанги и начали плодотворно готовиться к предстоящим стартам еще 14 тяжелатлеток из основного состава национальной сборной. Первые для них в этом году соревнования – это Кубок России. Сочи его примет в конце марта. И по стечению обстоятельств состязания пройдут на той же базе, которая для спортсменок стала тренировочной. Это центр спортивной подготовки «Югспорт». Как раз в этом зале, где мы сегодня находимся, будут проходить разминочные помосты здесь. А соревнования будут проходить в соседнем зале здесь вот. То есть любители тяжелатлетики Сочи, Краснодарского края есть посмотреть на сильнейших тяжелатлетов Российской Федерации. Одно из лучших баз в Российской Федерации для полноценной еще раз повторяю подготовки к чемпионатам Европы, мира, Олимпийским играм. Когда все вместе собираются, у них появляется ассарт, проводится очень большой объем работы. И все это в конечном итоге сказывается на результатах. После Кубка страны девушек ждет чемпионат России. Его принимает Ростов-на-Дону в сентябре. Ну а затем свои лучшие результаты в рывке и толчке члены женской национальной сборной поедут демонстрировать в Душанбе. Сильнейшая вернется с титулом чемпионки мира. А вот другую тренировочную арену и для другого вида спорта в югспорте только готовят. Два футбольных поля реконструируют к чемпионату мира по футболу. Сейчас здесь обновляют трибуны, искусственное поле меняют на натуральное. Как стало известно, на центральном стадионе будет тренироваться сборная Бразилии. Инга Габеши, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok